Привет, я Даша. А я Ведя, здравствуйте. Это совместно прочитанное за какой-то месяц? Август 2015. Это всего две книги. Солженицына, брюкосовое варенье и Лесли Пирс, да? Помню, меня называется. Начнём с Солженицына, это сборник рассказов. И когда я думала, что пугал и шокировал автор фактами, такими жуткими, и только в архипелаге ГУЛАГе я жёстко ошибалась на индивидуальщиках. Здесь это тоже имеет место быть и очень даже. Рассказы самые разные тематики. Почему люди становятся предателями, почему партизан сдаёт собственный отряд, из-за каких мотивов, почему там чистая, богоязненная, молоденькая девочка идёт по мужикам. На какие там ещё тематики есть? Ну, меня лично две вещи потряслили. Это совершенно нигде в истории, в учебниках не упоминалось даже практически. Это вот Тамбовское восстание 20-х годов, крестьянское восстание. Ты восстань по их вам? Когда буквально лишили крестьян всего, пусков лего, последние всё отбирали. Вот. Подробности Антоновская, так сказать, кто производил. Насколько оно, какой был размах, кошмарнее, что это не какая там грубка, а действительно полностью Тамбовское губернии. И какие силы были брошены на подавление этого восстания, причём достаточно долго. И второй рассказ? А второй меня почему-то прожук, Георгий Константинович. Я вот как раз не смогла его читать. Это как бы считалось, ну считается, по крайней мере, в последнее время, что потом. Конечно, его там всяко гнобили, преследовали после Великой Отечественной войны, смещали, танцовки оставили. И вот его раздумья, когда он писал мемуары, можно ли это, нельзя, а вот это тоже нельзя, а вот так тоже нельзя, ничего нельзя абсолютно изложить так, как оно было на самом деле. По крайней мере, у Жуковских мемуаров не было. Ещё вот Анатолий Леонидович наш, какой он, зарстным весом был живой, чрезвычайно хотелось, только колоритная фигура. Но их не было, только вот после смерти его вылизаны. И то, конечно, урезаны, судя по этим воспоминаниям. Это мне произвело впечатление. Ну, как всегда, документарий, масса подробностей во всех этих рассказах, во всех этих, что подкупает, конечно, всегда. И «Лесли Перс». Это вот, знаете, это вот название «Помни меня» это вот название книги только с придыхаем. То есть «Лесли Перс, помни меня». Вот так вот. То есть это совершенно удивительная история, совершенно поразительная книга. Сюжет рассказывает о девушке, которая ветрами судеб была занесена в только что открывшуюся страну Австралию и стала одной из первых поселенцев. Что она пережила, вот как она через все это проходила, все это описывается очень хорошо, ни капли не скучно, очень живо. Я так привязывалась к главной героине. Я так привыкла с всеми этими событиями, что когда я закончила читать, мне захотелось поплакать. Но не от боли там или как-то вот там что-то такое, или печально, а вот так по-хорошему. Что абсолютно совершенно мне не свойственно. Там совершенно чудные предисловия и послесловия, совершенно уникальные. Единственное, я хочу что-то заметить. Что ты сделала цветком? Я бы его подобрала. Единственное, что я хотела бы заметить, в предисловии есть, ну не то чтобы спойлер, скорее почта для догадок. Поэтому, если вы человек догадливый, я бы порекомендовала прочитать сначала книгу, то обязательно, обязательно прочитать предисловие, потому что по нему очень видно, как автор Лесли Пирс. Вот так вот, спиды-хань, так, спиды-хань. Лесли Пирс. Как она тепло отнеслась к своей героине. И, кстати, все это реально было. Действительно, все происходило. Это на основании достоверной истории. Закониментированная в тех или иных источниках, личных именниках и так далее. Ну да. Только ты забыла упомянуть, что, так сказать, поселенцы, она отставала по неволе. Ну, то есть, здесь-то подкупает еще и то, что если о завоевании колонизации, так сказать, Америки много известно, об этом много написано, это понятно. В Австралии дело другое. Я, например, в первый раз вообще... Хотя она, в принципе, подверглась такой же участи. То есть, но гораздо позднее, потому что Кук открыл Австралию... Ну, знаешь, родные жители Австралии были не такими развитыми, как... Индейцы. Ну, может быть, и так. По крайней мере, никто по ошибке не забредал в нее, как принимая ее за Юдию. Слишком невероятно. Слишком отдаленный континент, весьма своеобразный. Конечно, вот все эти перепетии, судьба героини, ее характер настолько выписанная, замечательная. Действительно просто. То, что если бы мне, например, сказали, что там составит список книг, которые бы обязан был прочитать каждому. Вот эта бы книга заняла бы одну из первых позиций. Поэтому запоминаем так. Лесли Пирс. Помни меня, помни меня, помни меня. Вот теперь идите читайте. Дите читайте прямо сейчас, прямо мне не волнует. Бумажный виде, электронный виде, в каком угодно. В виде, хоть от руки переписанной. Идите читайте. Все, я настаиваю. Я обижусь, если не прочитать. Это немедленно. Не хуже, как у меня закончились как раз книги. Ну, ходите, может, и завтра. И Даша мне как раз бросила штук 20, наверное, или сколько там книг. И тут же меня упредила. Мама, первое читай, помни меня. Да это даже было, я тебе начала говорить, даже до того, как я тебя скинула. Ну, вот так. Я вот только начала, я тут же позвонила, говорю, так, я сейчас читаю такую-такую книгу, ну, просто я бы, я лучше забуду, у меня совершенно дырявая память. Я говорю, прямо тебе запиши, я тебе потом скину, это первое, что ты должна прочитать. Я так и сделала. Я не сопротивничала, я тебя не жалею. Ну и все. Все. Ну и до скорых. Пока. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok